Мы рады приветствовать вас! Мы рады приветствовать вас, возлюбленные братья и сестры, дорогие друзья, на очередной встрече в программе «Субботние школы», которая посвящена изучению темы «Великой борьбы». Как защититься от обольщения дьявола? Спиритизм, в каких формах он проявляется в последнее время? Мы приглашаем, чтобы вместе, обращаясь к Библии, мы могли найти ответ на этот вопрос. И не только сами нашли ответ, но поделились знанием о Боге и Библии с нашими друзьями, желая и верив, чтобы знакомство с Библией помогло им обрести веру, надежду, изменило их жизнь, сделало ближе к Господу, а это значит, сделало их счастливее. Мы сегодня с нашими друзьями, пастором Олегом Папескул и пастором Валерием Дилиговым, и с вами обратимся к исследованию этой темы. Но прежде приглашаю, чтобы мы обратились к Богу в молитве. Великий наш Бог, мы благодарны Тебе за еще одну возможность вместе размышлять над Словом Твоим. Эти темы, важные темы о великой борьбе, которые стоят перед нами, это не просто тема, витаемая в воздухе, но, Господи, это жизнь, которую мы проживаем. Помоги нам держаться истины Твоей, держаться Слова Твоего, говори нам через Него. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. Аминь. В книге «Великая борьба», которую мы предлагаем нашим друзьям прочитать, познакомиться, одна из глав посвящена обольщению сатаны посредством спиритизма. И понятие спиритизм, оно периодически появляется на страницах изданий, в передачах. И если не само слово «спиритизм», то та форма, которая представляет спиритизм, это проникается и представляется в различных художественных фильмах, сериалах, молодежных фильмах. И поэтому в праздниках, действиях, поэтому вольно или невольно мы с этим сталкиваемся, с явлением, которое стоит за спиритизмом. Но если бы понять, что такое спиритизм и определение этого слова, этого понятия, и что стоит в основе, и в каких формах оно проявляется, прошу вас поделиться. Ну, спиритизм можно назвать, это одно из противоположных христианству. И это то, как можно сказать, некая какая-то подобная как религия. Но на самом деле это наша религия, или то есть христианство, это вера в Бога, а спиритизм — это вера совершенно в другое, с того, чего начал сам сатана. То есть основополагающая спиритизма — это тогда, когда сатана в Едемском саду и говорит Адаме и Еве, говорит, нет, не умрёте. То есть спиритизм сегодня проповедует и говорит о бессмертии души, что человек, когда умирает, на самом деле он не умирает. То есть существует некая субстанция после смерти, которая имеет ещё продолжение какой-то жизни. Но на самом деле на протяжении многих веков, которые люди жили на этой земле, оно как-то пропагандировалось, то есть или оно как-то работало. Мы знаем, что в Ветхом Завете очень много есть сказано, где то, что была борьба против всего этого и запрещалось. Но всё же в XIX веке это произошло в семье Джона Фокса, то есть отец троих дочерей, которые купили дом. Этот дом был из семьи Белла, у которых когда-то пропал торговец, неизвестно по какой причине. И после этого каждая семья, которая поселялась, они слышали там какие-то стуки, шум, скрежет и всё остальное. И в конечном итоге, когда семья Фокс уже была там, и дочеря говорили, что там они чувствовали, что кто-то прикасается к ним, какие-то шумы, и отец проверял каждую ночь, проверял, где этот шум происходит. И когда отец ходил по дому, то Лия, дочь, она услышала, как кто-то, некто повторял подобные шаги отца. И тогда она встала с кровати и говорит, «А ну-ка, повтори за мной!» И она два раза хлопнула, и она услышала в ответ два хлопка. И вот это был первый контакт, то есть человека с потусторонним, как говорится, миром. Да, типа некий такой сеанс. И с этого началось, что эти три дочери, они начали очень так прогрессивно себя в этом реализовывать. И мне вспоминается, когда мы в молодости, когда мы детьми были тоже, нужно было там в какой-то праздник, я сейчас не помню, нужно было зажечь свечку в темноте, поставить её перед зеркалом, и ты увидишь суженого. На самом деле это настолько... Это форма гадания. Это настолько мы страх испытали. Ну, меня поражает, как это девочки, то есть они стали развивать. Но самое главное, что в 1848 году это произошло, спустя 7 лет уже миллионы людей уже себя причисляли к этому движению. Они тоже пытались себя как-то оппозиционировать, что они тоже нечто слышат, видят, уже общаются с какими-то духами и многое другое. Ну, хотя одна из дочерей, всё-таки она как бы разоблачила сама себя, впоследствии она потом отказывается. Но всё же вот эта одна из дочерей, Лия, её пытались очень многие учёные как-то исследовать и посмотреть. И так они не могли до конца понять, потому что действительно она производила такие вещи, то есть то, что она делала, и какие гадания у неё были, и что там другое. То есть это было необъяснимо, и не могли они доказать о шарлатанстве. А кто что сказал? То есть когда вот эти сёстры Фокс или другие так называемые медиумы обращали, вызывали духов, то это духи были кого? Это были известные им личности? Сегодня некоторые пытаются как-то это умолить и говорят, что они общаются как бы с ангелами. На самом деле это духи поднебесные, можно сказать. Они думали, что это были кто? Да, ну они думали, что это их родные, близкие, то есть как бы вот умершие люди. А как они могли понимать, что это были их родственники? Потому что дело в том, что вот этот кто-то из них увидел мужчину в чёрном пиджаке и в шляпе в этом же доме, и они так подумали, что тут мужчина, который пропал в этом доме, торговец, да, то он как бы уже, будучи в виде духа, то есть появлялся. Но на самом деле нужно понимать, что в «Великой борьбе», пишут Эллина Уайт или многие другие, то есть духи могут отображаться, то есть вернее превращаться в образ человека и даже говорить голосом человека, тот, который умер. То есть и вот у них есть эта одарённость, потому что это падшие ангелы. И они вот таким образом обманывают, сатана обманывает людей, как бы показывает, что эти духи живые. То есть или люди умершие, они среди нас, они слышат, говорят. Мне вопрос, что они нас пугают тогда? Они же уже по ту сторону мира, что им Бог не может им сказать? Не пугайте моих детей, мой мир. У меня мальчик, когда я в школе работал, мальчик, который играл в одну игру «Бабка Грэнни». Это очень ужасная игра. Ребёнок до такой степени играл в эту игру, что в конечном итоге у него начался психологический какой-то срыв. И когда я стал его тестировать, и я начал выводить его, он маме с папой об этом не говорит. А потом он мне говорит, я уже сплю с мамой, с папой. Ребёнку 10 лет. А почему ты спишь с мамой, с папой? Мне страшно. Что тебе страшно? И он говорит, в моей комнате кто-то ходит по ковру, и кто-то шкребётся за шкафом. Ребёнку 10 лет. Он до такой степени погрузился. А это всё связано как раз с оккультизмом, с спиритизмом и многое другое. То есть вот эта игра. И у ребёнка просто панический страх. И вопрос, кто его пугал? Откуда он слышал эти шумы? Что происходит? Это очень опасно вообще человеку соприкасаться подобно с этими вещами. Это как вот эта девочка пыталась создать контакт и создала этот контакт с посторонним миром или с духами, которые существуют. А мы понимаем, что это падшие ангелы, это бесы, это сам сатана и его все приспешники, которые сегодня обманывают людей, пытаясь выдать как за то, что это не бойтесь, это ваши родные и близкие. Оппоненты могут вам возродить и сказать, вы так понимаете, а мы понимаем по-другому. Потому что те, кто приходят, они говорят те вещи, которым знаем только мы и эти люди. Они говорят такие подробности жизни, которые никто не может знать, только как мой родной человек. И этот человек, который приходит, или тот голос, или какая-то эта связь, он дает реальные советы, практически советы в жизни, которые меняют мою жизнь и делают ее лучше. И если это было бы так плохо, то мне не было бы от этого так хорошо. Более того, общение с этим человеком дает мне какое-то умиротворение, мир, что я могу пообщаться с этим человеком. И люди были готовы, и сегодня готовы платить огромные средства, чтобы иметь возможность пообщаться с тем, кого уже рядышком нет. И поэтому возможности общаться с духом, душой умершей, чтобы убедиться, что ей хорошо, чтобы что-то сделать для этого. Может быть, это и стало основой распространения этого убеждения, этого движения, потому что люди нуждаются в надежде. И если это укрепило их надежду, что умершие могут приходить иногда к ним на связь, то они скажут, что в этом плохое, почему вы говорите, что это бесоское. Какие возможные последствия спиритизма? Мы чуть позже будем говорить о том, почему, на чем основано убеждение, что за этими душами умерших или за связью с потусторонними стоит силы зла, где основание такого. Но на ваш взгляд, какая может быть опасность, какие могут быть последствия спиритизма? Или как одно дело, во что человек верит, но как дьявол использует спиритизм для того, чтобы обольстить человека? И какое могут быть последствия связи с этими духами умерших? Вы сказали одну очень интересную вещь и, пожалуй, важную вещь, это человек хочет иметь надежду. И он будет цепляться за что угодно. Когда человек болен, если ему врачи говорят, извините, мы ничего не можем сделать, то человек будет искать возможность исцелиться. К любой силе. К любой силе. Это действительно так. И Библия говорит о том, что за жизнь, за здоровье человека даст все. И когда человек болит, ему уже по большому счету становится безразлично, откуда придет исцеление и придет и помощь. И поэтому люди, верующие, христиане, богобоязненные, они ищут помощь исцеления у тех людей или у тех специалистов в кавычках, о которых Библия говорит, что это колдуны, ворожеи, что не обращайтесь к ним. Что это мерзость перед глазами Бога. Библия говорит, это плохо, а человек говорит, а где мне искать хорошего? Какие могут быть последствия? В том-то и дело, что вот эта идея и желание обрести надежду где угодно, она потерпит в итоге крах, потому что человек в итоге не обретет эту надежду, обращаясь к, в данном случае, к гадателям, к людям, которые организовывают некие сеансы спиритизма, общения с родственниками, типа с родственниками, как мы говорили ранее, это не родственники. Это все приводит к обману, потому что мы увидели вместе с вами, исходя из того, что сказал Валерий, основа, заложенная для спиритизма, была явлена сатаной. Кто такой сатана? Очень интересно, в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, 44 тексте, записаны следующие слова. «От дьявола вы, и он ваш отец», говорит Иисус, обращаясь к своим собеседникам. «Его желание исполняете вы охотно, убийца он от начала жизни на земле. С истиной нет у него ничего общего». «Чужда она ему», это современный перевод. Мы с вами видим, что обращаясь к такому инструменту для приобретения надежды, человек уходит от истины, потому что, обращаясь к этому инструменту, ты обращаешься к тому, кто ничего не имеет общего с истиной. Соответственно, это всё ложь. Иногда человек ищет не только надежды, но и знания. Да. Как поступить, что купить, что сделать. И бывает, что он получает такие дельные советы от этих потусторонних душ, которые помогают ему сделать хорошую сделку, принять правильное решение. И он говорит, 99 процентов. То есть, всё, что я получаю, информацию, меня обогащает. Я как Бог. Я знаю, на что ставить, куда... Человеку? Да. Человеку очень... Сверхзнание. Человек ищет тайные сверхзнания, которые сделают его успешным, богатым, известным, популярным, как артиста, как музыканта, как ещё кого-либо. Мы говорили о том, что очень приятна встреча с родственниками, особенно которых ты потерял, особенно которых ты любил. И человек готов поверить во что угодно. Это раз. Во-вторых, ну, давайте будем откровенны. Дьявол не человек. Он ангел. Да? И это надо понимать. Ангелы владеют большей информацией. И не проблема выдать. Причём в Священном Писании вы найдёте подобную историю, когда выдают желаемое за действительное в данном случае. И обман очень легко совершить, зная жизнь человека. А поверьте, сатана знает жизнь человека. И вашу, и в том числе ваших родных. Поэтому передать не проблема. В отношении знания, вы знаете, очень легко обмануть человека, дать ему то, что он хочет. Вот это, знаете, идея гороскопов очень проста. Надо собрать общие, очень общие вещи, но зачастую очень позитивные. И они очень красиво дадут тебе ответ, который тебе нужен. дельный совет, но который абсолютно не имеет ничего с истиной. В чём опасность? Человек получает то, что он хочет, он получает надежду, хоть мнимую, или, может быть, не истинную, но надежду, успокоение, знание. В чём опасность, когда человек вступает в связь с этими душами? Когда Бог предлагает надежду, он её даёт немнимую, Бог даёт надежду на жизнь, которая будет у тебя и здесь, и в жизни вечной. Когда дьявол предлагает надежду, он тебе предлагает сиюминутное решение без жизни в будущем. Фактически, если ты вступаешь на эту сторону, ты выбираешь жизнь без Бога, а соответственно, жизнь без надежды и без жизни вечной. Это путь к смерти, если мы говорим к полноценной смерти, но не путь к жизни. То, что мы говорили, утешение. Каждый человек пытается узнать будущее. И мы видим, что даже в жизни Саула Саул знает, что он отвержен Богом. Будучи сам уничтожал всех этих чародеев, колдунов, он идёт, а жажда, понимаете, сегодня люди идут, не знают, чем они движимы. Но этот Саул убивал, но сам же идёт, и он хочет с кем встретиться? Он хочет встретиться с Сауилом. Он хочет узнать, что Сауил ему скажет. Ну, куда ты идёшь? После пророки говорит, ну, он же не Сауила встречал, потому что пророк говорит, зачем ты к Вильзевулу пошёл? Что, разве нет Бога в Израиле, что ты пошёл спрашивать? А Вильзевулу-то кто? Валерий, вы чуть ранее сказали о том, что вы убеждены, что спиритисты, спиритизм, это связь, что за этими умершими стоят, на самом деле, не родственники, а что-то другое. И вы сказали, что это бес. Скажите, вы могли бы на основании Библии обосновать ваши убеждения? Что Библия говорит о смерти и общении с мёртвыми? Ну, если мы обратимся к Священному Писанию, то книга Колесиас, в 9 главе, чётко и ясно говорит о состоянии мёртвых. Это 9 глава с 5 стиха. «Живые знают, что умрут, а мёртвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им боли и части во веки ни в чём, что делается под солнцем». Нет части ни в чём, что делается под солнцем. То есть, их люди, которые умирают, не видят, не слышат, не любят, не знают, не шкребут, не стучат, ничего не делают. Их нет абсолютно. То есть, нужно понимать, что дьявол использует этот обман, потому что люди близкие нам, на самом деле, они очень близкие, нам дорогие, и мы их бояться не будем. Силой тьмы люди боятся. Но вот это завалированное, вот этот обман, дьявол предлагает людям, вот этот пирог, сладкий, вкусный, чтобы они прелестились к этому и вновь и вновь захотели этого иметь. Но на самом деле, нужно чётко понимать, что это дела дьявола и всех его приспешников. То есть, человек, думая, что он вступает в связь общения с родственниками, на самом деле, вступает в прямой контакт однозначно с бесами, с ангелами тьмы и с дьяволом. Что Библия говорит о практике вызывания умерших и общения с умершими. Вот Исаия говорит в 8 главе с 19 стиха. Когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мёртвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению, если они не говорят как это слово, то нет в них света. То есть, можно обнаружить сразу мгновенно, кто с тобой говорит, что он говорит, как Олег сказал, что не даёт надежду семью, ежесекундная, да, или вот эта проблема, надежда, вот это решение. Бог совершенно о другом говорит. Если мы хотим узнать будущее, Священное Писание чётко открывает нам это будущее. И Господь нам уже ни тайно, ни через кого-то, ни через что-то, Господь всё явно, ясно, открыл нам через Священное Писание всё будущее. А если это запрет, не обращайтесь к умершим, не говорит ли это о том, что ещё в те времена были люди, которые, не только во времена какой-то семья, которую вы рассказали историю, эти сёстры, Фокс, но этот запрет Ветхозаветник говорит о том, что ещё и в те времена были опыты и случаи, и практика, когда люди искали знания, искали будущее, искали надежды и обращались к умершим. Каждый фараон, который умирал, они считали, что он остаётся живым. Они поэтому его и, как говорится, обрабатывали, умировали и говорили о том, что он живой и он следит за нами, всевидящий глаз, вот это всё. То есть, эта практика была на протяжении всех времён, потому что дьявол неотступно прилагает усилия, чтобы обольщать людей в этом мире, чтобы их отвратить взгляд непосредственно только от Господа, потому что мы же прочитали. Тогда скажут, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Зачем куда-то идти обращаться к кому-то, тем более к каким-то людям, которые будут вызывать других каких-то людей? Чуть раньше вы говорили о том, что вера в том, что человек не умирает, а продолжает жить. Это было убеждением спиритистов, и что на самом деле это не так. Но в большинстве христианских и нехристианских религий существует убеждение и вера в то, что душа бессмертна. Скажите, а разве Библия не говорит о бессмертии души? Как Библия открывает этот вопрос? Вообще непростое такое слово «душа» в целом, да? Но в Священном Писании ни в Ветхом Завете, ни в Новом мы с вами не встретим словосочетания, которые мы используем вот сегодня «бессмертная душа». Там нет такого. Вы не найдете два слова, стоящих рядом, которые тождественны друг другу. Они помогают друг другу понять смысл формирования души. В Новом Завете понятие о бессмертии души нет. Мы говорим о словосочетании «бессмертная душа». То есть одно относится к другому. Если мы говорим о состоянии человека после смерти, то Священное Писание описывает его как сон. И очень часто причем к примеру можно увидеть, что в Псалме 6, в 6 тексте записано «Ведь мертвые о тебе не помнят», говорит Псалмопевец, обращаясь к Господу, «Кто в могиле воспоет хвалу тебе?» То есть мы понимаем, что ни о каком действии со стороны мертвого человека нет. То есть Псалмопевец об этом говорит. Если мы возьмем 75-й Псалом, 6 текст, то здесь описание Асав пишет, «У героев храбрых отнято именно грабленное. В смертный сон погрузились они. Теперь этим героям и собственных рук не поднять, потому что уже все, уже нет возможности двигаться». И написано «в смертный сон». да, вот здесь уже такая связь смерти со сном. Мы помним, что в Новом Завете Иисус приходит к дому Лазаря и говорит, он спит, он не умер, он спит. Хотя все уже вокруг говорили, не стоит открывать, отворять могилу, отворять пещеру, потому что уже смердит, потому что уже идет разложение тела. И все понимали, и они понимали, что очень важно, что человек умер. Все, никакого действия с душой не происходит. И поэтому Священное Писание достаточно четко поясняет, что состояние человека после смерти это состояние сна. То есть ты уснул, как ночью мы засыпаем. Если он, ну, человек, который засыпает, он когда-то проснется. Да. А когда возможно ли, что умершие проснутся? Возможно ли жизнь после смерти? Может ли человек, который спит, который мертв, когда-то пробудиться? Ну, Священное Писание... Как это называется? Что говорит в этой Библии? Священное Писание очень много открывает именно о том, что произойдет, что произойдет с теми людьми, которые уснули. Если мы прочитаем в Данилу 12 главе, втором стихе, то написано, что многие из спящих в прахе земном пробудятся одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. То есть, все те, которые умерли люди, некоторые люди говорят... То есть, опять же, еще одно есть учение, да, есть Рад и Рай, да, это тоже... у меня вопрос возникает, как эти люди выходят из рая и из ада, чтобы... кто их вызывает и кто их вообще позволяет им выходить и общаться с родными и близкими. Но здесь написано... Если человек после смерти бы попал в рай, тогда зачем его оттуда пробуждать, если он уже там находится? Олег говорил о том, что... о Лазаре. Если бы Иисус сказал, говорит, Марфа, Мария, не плачьте, Лазарю часто очень хорошо в раю, чего вскорбите? Или он говорит, ну я вам сейчас дам возможность с ним поговорить, то есть как бы вызову его из рая, духа его, поговорите с ним. Иисус ничего этого не делает. Но Марфа и Мария, они знали, что... Вот, хотел сказать, но они говорят, он говорит, ну вы увидите, братус, он говорит, они говорят, знаем, что в день, последний день воскресения мы увидимся с ним. То есть у них надежда была на последний день воскресения. То есть то, что написано здесь, что многие в прахе, которые умерли, то есть спят, они пробудятся. Это то же самое, что такое вообще сон? Мы с вами тоже можем ложиться спать, вечером ложимся, 8 часов, 8-часовой на сон проходит как одна секунда. Ты открыл глаза, что уже утро? Да. То есть ты пробудился. Вот люди, которые в прахе могут несколько тысяч лет находиться, когда они откроют глаза, они будут, конечно, в шоке, что столько времени прошло, если, как Адам, если считать это... То есть сознание человека, его мысли, его чувства, его любовь, его способность общаться, вспоминать, думать, общаться, она исчезает в тот момент, когда покидает человека в дыхании жизни. И он этого не может делать, пока не воскреснет. Тогда такой вопрос, а когда же, в какой момент в истории Вселенной произойдет воскрешение, пробуждение умерших? Это главное событие, потому что этого последнего дня ждали, потому что верили, что именно в последний день произойдет воскресение. Но этот последний день в мире христианства знают как день второго пришествия Иисуса Христа. И именно в этот день все мертвые пробудятся, праведные, в первую очередь, конечно же, в момент второго пришествия Христа. Поэтому этот день очень ждут. Это день надежды. В этом была надежда, что придет время, и Лазарь, как было сказано, Лазарь встанет, Лазарь проснется. Поэтому здесь очень важно это понимать. Что Библия говорит? Где мы находим основания веры, что именно в день пришествия Иисуса Христа произойдет событие, о котором вы говорите, и которые являются надеждой многих людей в возможности встретиться со своими родными и близкими. Апостол Павел пишет в первом послании в Каринскую церковь, «Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли». Это очень интересно. Здесь мы читаем вместе с вами дождественность воскресения Христа в отношении воскресения людей, которые верили в Него. Поэтому залог воскресения это очень важно. Вы спросили, я хочу открыть первое послание, да, пожалуйста, пока вы ищите. Иов пишет в 19 главе 25 стихе, «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восстановит из праха распадающийся кожу мою эту, и я воплоти моей узрю Бога». А что, он до этого не увидит Бога? Мои глаза, не чужие, мои глаза. Да, мои глаза. То есть он увидит Бога только тогда, когда пробудится от сна, то есть в день воскресения. Только тогда увидит Бога. Но сегодня, ну человек, когда умирает и засыпает, он не видит Бога. То есть до пришествия Христа верующий или неверующий, праведный или неправедный, он не может ни славить Бога, ни видеть Его, ни вступать в никаких отношений. То есть человек спит, и ты с ним говорить и обращаться к нему не можешь. Мы говорили о том, что дьявол использует разные инструменты, разные верования. И если человек верит, что душа бессмертна, и человек не умирает, не спит, а где-то живой и ищет тоже возможности выйти на контакт, то он открыт для этого контакта. И тогда ему легко в это поверить. Скажите, каким образом в последние дни истории дьявол будет обольщать людей, обманывать, уводить их от правильного понимания Бога, истины? Какие это может иметь формы, чтобы люди, будучи предупрежденными, могли этому противостоять? Ну, смотрите, ученики очень сильно хотели узнать, когда Иисус вообще на самом деле придет, и Он говорит, предсказывает все, что будет, а потом Он говорит, бойтесь, чтобы вас никто не обольстил, бойтесь, чтобы вас никто не обманул. То есть будьте внимательны, будьте осторожны. Да, почему Он говорит? Они очень интересовались, когда будет пришествие. Но Он говорит, все это будет, все события, которые я скажу перед пришествием, они будут. Но есть один очень важный момент. Бойтесь, чтобы вас никто не прерстил, не обманул. Почему Иисус говорит такое замечание? Очень важный момент. Потому что враг лугавый, то есть дьявол, он в последнее время, то есть перед пришествием Иисуса Христа, настолько усилит свою силу. Нужно понимать, что дьявол имеет силу совершать чудеса. И Он до сего момента, и мы знаем, что во времена Моисея, Он тоже пытался противостоять Богу тем знамениям, которые Моисей говорил, как от Господа, или когда десять казней было, пытался лугавый тоже продемонстрировать. И в этом случае, что Он использует все эти знамения, чудеса в последнее время, чтобы оболестить каждого человека, а человеку что нужно? Зрелище. То есть для Него факт присутствия как бы Бога или силы Бога, это реальные дела, то есть факты происхождения исцеления, происхождения каких-то чудес и многое-многое другое. И это людей будет соблазнять. Человек, который не читающий Священное Писание, не знающий истин, он очень быстро купится на все вот эти чудеса, и он будет оппозиционировать и говорить, что вот тут Бог. Тут, ну, они не знают, они не понимают, каков на самом деле Бог, как проявляет себя Господь, как Он действует в жизни человека. И для них будет Бог. И вот дьявол во всей своей, в своем обольщении, он будет прилагать все усилия до такой степени, что он даже царей земли, он будет объединять, обольщать и даже как бы ну, делать или через них усиливать эту власть свою, то есть, или это обольщение для того, чтобы максимально большое количество людей совратить с правильного пути, то есть на ложный путь, и чтобы так они не постигли, не познали, где на самом деле Господь, и так и не смогли получить это спасение. Какие формы будут это приобретать, эти явления? Что говорит Библия? Ложные чудеса, которые будут сотворены, конечно же, дьяволом в данном случае, исцеление, которые очень ждут люди, для них это будет очень весомым аргументом, пользу истины. Вы говорите ложные. Если человек будет исцеляться, он может быть исцелен. Он будет видеть это чудо? Да. Он будет слышать, он может чувствовать. Мы это видим сегодня в некоторых христианских церквях. То есть, одно дело, когда человек об это верит или не верит, но другое дело, когда его даже ложные убеждения укрепляются доказательствами. Фома сказал, если я не вложу переста, то я не поверю. А вот здесь человек может увидеть услышать, почувствовать, на себе почувствовать, на своей шкуре, о том, как бы сказать, через исцеление, через другое, о том, что это работает. И он говорит, слушайте, вот вы говорите, что вы в Бога верите, в истину, а у вас это есть? А вот я, вы говорите, что я заблуждаюсь, это непонятно, к каким духом обращаюсь, а они мне дают исцеление, они мне дают знание, вот я это чувствую и вижу. как человеку, который стоит перед таким соблазном, когда убеждение и верование расходятся с тем, что он слышит и видит, он больше видит доказательства тому, что вы называете ложным убеждением, чем вы можете показать доказательства того, что вы в истине. Как человеку, если Бог и сатана способны творить чудеса, как человеку, простому человеку отличить истину от дьявольских подделок и противостоять и не быть обманутым? Мне кажется, что всё упирается во что верит человек, потому что я однажды услышал такую мысль. Я понимаю всё, что вы мне говорите о Боге, я понимаю всё, что вы говорите о Его делах, но я не для себя я не нахожу, я не не вижу. Для меня Бог, которого знаю я, он отличается от Бога Священного Писания. Получается, что есть Бог, который отвечает эмпатично, то есть чувствительно, Он действует на чувствах, но в Священном Писании мы не всегда встречаем, что Бог действует исключительно посредством чувств. И поэтому для человека очень большая разница, тот Бог, которого они себе откровенно говоря придумали, и Он им удобен, и тот Бог, который встречается в Священном Писании. Вы задали серьёзный вопрос, как увидеть разницу, каков же Бог правдивый, потому что другие говорят, мало ли, что написано в Священном Писании, я знаю, как Бог действует в моей жизни, но давайте будем откровенны, я ещё не встречал христиан, которые так говорили в отношении Священного Писания, потому что Священное Писание является мерилом веры и основанием веры для любого христианина. Если это не так, то значит этот человек не христианин, я говорю очень убеждённо и со всей серьёзностью и ответственностью. Если человек говорит, что Священное Писание не во главе, то значит он не христианин, потому что всё христианство основано на Священном Писании. Поэтому для человека, который желает увидеть истину, и что на самом деле говорит Бог, он должен искать ответ в Священном Писании, в Слове Божьем. Даже если то, что он видит и слышит, показывает, что... Особенно если он видит и слышит, что что-то другое, тогда он обязательно должен обратиться к Слову Божьему, которое прольёт свет. Это от Бога или от дьявола? И хочу больше сказать. Дело в том, что враг лукавый сможет даже, вернее, попытается подделать само пришествие. И здесь очень важный момент, что Священное Писание открывает такие вещи, чтобы прелестить даже избранных. Это о чём говорит? Что люди, которые поверхностно изучают Священное Писание... Обман, обольщение направлены на тех, которые читают и на них. И христиане, которые... То есть те, которые себя позиционируют как верующим и христианином, человеком, который, якобы, знают Священное Писание, и он довольствуется поверхностным изучением Священного Писания, и он может подвергнуться этому великому обману. Поэтому сегодня человек говорит, я верующий, я христианин, но как раз на тебя и направлено то, что делает сегодня враг Лукавы, чтобы и тебя соблазнить, и чтобы тебя свести к погибели. Если ты не вникнешь в Священное Писание и Слово Божие, и не сможешь противостоять, как Иисус однажды в пустыне, где обнаружил ангела света, как бы, да, это дьявол в виде ангела света, и он обнаружил и сказал ему в конце, отойди от меня, сатана. Если мы не будем, а он побеждал Словом Божиим, если не будем изучать Слово Божие, никогда не сможем победить его, потому что оно будет очень велико для каждого из нас. Дорогие друзья, Господь и Библия предупреждает нас, что дьявол, как рыкающий лев, ходит вокруг каждого и имеет особую цель поглотить, разрушить, уничтожить. Он использует разные формы, разные инструменты, чтобы завоевать наше доверие и чтобы поймать на свою ловушку. Дьяволу, который является любым опасным, хитрым, жестоким, может противостоять только другой лев. Лев из колена Иудина, Иисус Христос. Иисус обещает и говорит, как ты сохранил Слово Мое, так и я сохраню тебя. Желаем и призываем каждого из нас, присутствующих здесь и который слушает и который смотрит передачу, чтобы мы сохранили Библию как основание нашей веры, нашей жизни, наших решений и наших поступков, чтобы все, что мы делаем, могло быть согласовано с тем, как написано. Приглашаю об этом молиться. Дорогой любящий Господь и Бог, Отец наш Небесный, мы безмерно благодарны, что ты явил милость и любовь свою и даровал нам спасение и даруешь спасение через Господа нашего Иисуса Христа. Мы благодарны за это священное Писание, за Библию, которую ты оставил нам на этой земле, ибо Библия нам открывает, Господи, и прошлое, нынешнее, и будущее. Господи, не утаил ты от человека всё максимально, открыл ему, каково на самом деле будет и какая борьба и битва и война между добром и злом, которые будут происходить и на земле, и на небе. Господи, мы знаем о том, что ты сегодня настолько любишь, что ничего не утаил от каждого из нас. Возможно, есть те, которые сегодня, Господи, ещё не знают, кто ты, что ты для них приготовил и что ты открыл уже им истину. Нет надобности куда-то идти и у кого-то спрашивать и искать каких-то чародеев или гадателей или вызывателей умерших. Господи, помоги каждому противостоять против этого всего, дабы не войти в контакт со злом. И это не повредило их душе, не погубило их, Господи, и не лишило их возможности быть с Тобою в Царстве Небесном, где дало бы возможность спасти их Тобою. Господи, благослови, пожалуйста, у каждого вникая священное писание, чтобы утвердиться и знать от начала до конца, дабы устоять в последнее время, время, тогда, когда будет великое обольщение, дабы привести многих к погибели. Но Ты же, Господи, спасай и не оставляй народ Твой, детей Твоих и те, которые, Господи, сегодня ищут Тебя. Да будешь Ты возвеличен и прослан во всем наш. Во имя Иисуса Христа молили и просили. Аминь. Благодарный Господь Господу за Его Слово, за Его руководство и искренне желаем, чтобы Господь благословил каждого из вас, дорогие друзья, и сохранил. Всего доброго, до встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok